Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Белоснежный роман. Моей сестричке Светлане, вдохновляющей меня на многое, посвящается с любовью. Часть первая. Аэропортик местный был небольшой, симпатичный и какой-то на удивление уютно-домашний. Это ощущение домашности и невидимой приветливой улыбки Настасия еще по прилете отметила про себя, и все непроизвольно улыбалась в ответ. Расположился местный аэропорт, как и подобает, за городом, но виден был издалека. Приветливо и радостно, посверкивая на солнышке чистенькими, свежеотремонтированными фасадами, словно похваляясь новеньким, праздничным нарядом. Как объяснила ей Валерия Яковлевна, встречавшая ее, в прошлом году аэропорт отремонтировали основательно, что-то даже модернизировали в нем и в системах обслуживания, в свете каких-то там серьезных новых авиационных стандартов и требований. Однако это все равно мера временная, поскольку требуется полная реконструкция по современным технологиям и параметрам, что и планируется сделать в ближайшее же время. И уж стройку налаживают, видите там? Она указала рукой вправо за взлетную полосу на ангары и постройки. И похвалилась. Вот так, а как же? И у нас тут цивилизация, и эти самые, как их, господи, прости, называют по-современному. Наморщила она лоб, вспоминая, и улыбнулась таки, вспомнив. Инновации, о! Рассказывала она, проделая новости городские обстоятельно, делилась с удовольствием, как человек, знающий, о чем говорит, и радующийся таким делам грядущим. Впрочем, практически все жители этого маленького городишки про все, что происходило в нем, знали доподлинно и из первых рук. А сам мэр раз в неделю выступал по местному телевидению и подробно докладывал о городских делах. В том, что любая информация распространяется здесь со скоростью лесного пожара, Насте пришлось удостовериться на собственном примере. Стоило ей прилететь и поселиться в гостинице, как уже через час практически весь город был оповещен о том, кто она, откуда прибыла, по каким надобностям к кому приехала. О ней и о цели ее приезда даже по радио передали в местных новостях, как о некоем важном событии. А дуреть! А еще здесь все здоровались друг с другом, даже незнакомые люди. И улыбались при этом. Улыбались, представляете? Радушно, открыто, словно ты их родственник любимый или давнишний друг-товарищ. Это вообще что-то, как в другое измерение попало. Хотя, может и попало. Тут вообще все не так, как в других краях, а уж тем более в столице. Она, столица, та самая, далекая и важная. Как-то там, сама по себе важно раскинулась. А жизнь, насыщенная, настоящая, она вот здесь, например. Север. Полярный круг. Якутия. И этого севера и полярного круга с Арктикой за ним, как-то очень до хрена уж, извините. И намного побольше будет, чем какой-то там Москвы с Питером вместе взятых, со всеми их понтами и представлениями о жизни. Это не Настяны мысли и высказывания. Она в такие размышления не пускалась. Это практически прямая цитата из речи Темыча, как его все называли, соседа Валерии Яковлевны, разъясняющего со смешком улыбочкой и проскальзывающим завуалированным мотком почти столичной Настасье реалии того непростого места, куда она попала. Не в сказку, но близко. За три дня пребывания она, колориту этого, как говаривал тот же упомянутый сосед Валерии Яковлевны Темыч, набралась с лихвой и, знаете, с радостью. Так ей нравились эти люди, их городишко, их жизнь. Это ощущение чего-то сильного, настоящего. Мощь этого необъятного края, чувствующаяся здесь во всем. Что-то как-то ее того занесло в непонятный пафос. Или ей просто было здесь хорошо, и люди замечательные встретились. А вот это точно. Или это от возникшей уверенности, что с ее важным главным делом все обязательно сладится и получится наилучшим образом, раз за него взялась с таким энтузиазмом Валерия Яковлевна. Ладно, занесло и занесло. А насчет дела своего рановато она обрадовалась. Непростое оно дело это. Времени и терпение требует. Посмотрим, как там будет и что получится. Теперь она вот улетает. Но утверждение улетает. Слишком оптимистичное. А произойдет ли это на самом деле? Под большим сомнением. Как бы погода не поменялась, задумчиво произнесла Валерия Яковлевна, когда они прощались, тревожно глядя на горизонт. Настя тоже посмотрела на горизонт следом за ней. И ничего, кроме чистого, синего, бескрайнего, высокого неба не обнаружила. Суставы с утра крутит, пояснила Валерия Яковлевна. А это всегда к непогоде. Резкой и затяжной. И улыбнулась ободряюще. Ну, бог даст, улетите, успеете. Они очень тепло попрощались, наверное, в сотый раз напоследок, обсудив их дело. И Настя отправилась в гостиницу собираться. А оттуда, вызвав такси, поехала в аэропорт. Людей в зале ожидания оказалось неожиданно много. Ну, как много? Полным-полно. Все кресла были заняты как людьми, так и их вещами, чемоданами, баулами. И у стен кое-кто на своих вещах на полу пристроился сидеть, а то и спать. В единственном малюсеньком кафе выстроилась длинная очередь к прилавку. И все столики были плотно заняты людьми, которые явно надолго здесь обосновались. Настя протиснулась между потоками мигрирующих по залу людей к экрану расписания и с унынием посмотрела информацию о задержке практически всех рейсов. Ох, не зря у Валерии Яковлевны суставы крутит. Ох, не зря. Это она поняла еще по дороге в аэропорт, заметив из окна такси темную массу облаков, появившихся на горизонте. А ведь еще час назад небо было чистое, как слеза. Но пока все было непонятно и туманно. На табло не высвечивалась информация, насколько конкретно задерживают ее рейс. Может, еще и улетит. Хотя даже регистрацию не объявили. Она покружила по залу, выглядывая, может, найдется где местечко, чтобы присесть. И все неосознанно поворачивалась назад, поглядывая время от времени на свой багаж. Удивляясь, что как-то непривычно тянуть за собой лишь небольшой стильный чемоданчик на колесах. И не нужно бесконечно беспокоиться о хрупком, нежном и нестандартном грузе, суетясь вокруг него и по тысяче раз напоминая грузчикам, как с ним следует обращаться. Сколько она с этим грузом пропутешествовала, намучившись, изнервничавшисься от непроходящего ни на минутку переживания. Как он там? Ну, тысячи километров точно. Через четыре города, в разных концах Якутии, а еще и до нее самой, до республики Саха, этой самой загадочно просторной добиралась. А тут вдруг раз — и никаких напрягов. Простой багажик и все дела. Непривычно совсем и странновато как-то. Но все. Домой теперь. Ну, почти домой.